Этот торт называется ирис. Я бы его назвала губкой или спанчбол. Торжи получились очень мягкие, похожие на губку. Поэтому получился он вот такой высокий. Они очень хорошо поднимаются. Этот торт относится к медовым тортам. Готовим мы его без нагрева, без водяной бани, без раскатки. Приготовив такой торт один раз, вы будете готовить его всегда. Готовится очень просто. Получается вот такой шикарный результат, который можно готовить не только к чаю на каждый день, но и на праздничный стол. Я хочу показать, как он выглядит на срезе. По тому, как я режу, вы замечаете, насколько он мягкий и напоминает губку. Посмотрите, какой мягкий он получился. Вот, посмотрите, как он выглядит в разрезе. Вот такая красота у нас получился. Это очень нежный, супер вкусный торт. Медовый торт, который можно буквально за 30 минут приготовить. Ну, вот такой красивый. И будьте уверены, он супер вкусный торт у нас сегодня получился. Я надеюсь, вам понравится и вы будете готовить вместе с нами. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. У нас сегодня рецепт торта, который называется Ирис. Очень удобный рецепт. Относится к медовым тортам. Вы не поверите, как просто я его готовлю. Без нагрева, без водяной бани. Но в результате получаем нежнейший торт, для которого нам понадобится. Вот у меня здесь 4 яйца. И хочу сказать, что яйца я взяла очень крупные, которые я буду взбивать вместе с сахаром. Я взяла 150 граммов сахара. Будем взбивать минуты 3-4 до воздушной массы. Ну вот до такого состояния мы взбиваем яйца с сахаром, куда я должна буду добавить 3 столовые ложки меда. Теперь сюда же пол чайной ложки соли, одну чайную ложку разрыхлителя и ванилин. Все это хорошенько снова перемешаем. Ну и последнее мы добавляем 200 граммов муки. Муку я уже просеяла. И 3 столовые ложки какао. Все перемешаем миксером и наше тесто готово. Сначала вот такими вот движениями вмешиваем муку с какао в нашу массу, для того, чтобы вся мука не разлетелась по всей кухне. После чего взбиваем миксером до однородности. Вот такое тесто у нас должно получиться. Торт у нас будет из 4 коршей размером 20 на 30 сантиметров. Можно по отдельности испечь все 4 коржа, а можно сделать так, как это делаю я. Я беру большой противень размером 30 на 40 сантиметров. Делю тесто на 2 части. Испеку 2 больших коржа. И каждый корж разделю пополам. Тесто равномерно распределяем по всей поверхности пекарской бумаги. А теперь отправляем противень в духовку при температуре 180 градусов до готовности. Ориентируйтесь по особенностям в своей духовке. Ну а пока готовится первый корж, я взяла второй большой противень, постелила пекушку в бумагу, смазала маслом и выкладываю тесто. Ну и второй корж я вот так равномерно распределила по всей пекарской бумаге. Теперь отправляю в духовку и покажу, что у меня получилось. Ну вот, а теперь посмотрите, какой воздушный он получился, как сильно поднимаются наши коржи. Готовятся они очень быстро, буквально за 5 минут. Ну вот и второй корж у нас тоже готов. Вот такие воздушные, мягкие они получаются. Теперь, пока остывают наши коржи, мы приготовим крем. Крем для торта и рис готовится из вареного сгущенного молока и сливочного масла. Мы сегодня приготовим без масла, со сливками, которые готовятся очень быстро и получаются супер вкусно. Для начала я выкладываю одну банку вареного сгущенного молока в мою миску. Это 380 граммов вареного сгущенного молока и столько же мы вливаем сливок. Ну а теперь мы все это будем взбивать до получения крема. Один из последних тортов мы приготовили точно с таким же кремом. И меня часто спрашивали, на что можно заменить сливки. У меня есть еще один рецепт очень вкусного крема. Там я взбиваю сгущенное молоко с творогом и ванилином. Получается тоже очень вкусно. Ну а этот крем готовится быстро и очень просто. Я взбиваю до получения крема и покажу, что у меня получилось. Ну вот, посмотрите, какой бесподобный крем. Очень легкий, при этом очень вкусный у нас получился. Ну а теперь я отложу крем и покажу, что я делаю дальше. А теперь нам надо будет отрезать края наших коржей. Поделим коржи пополам. Обрезки от коржей мы блендером измельчим мелкую крошку и используем для оформления торта. Ну вот, посмотрите, каких четыре коржа у нас получилось. И вот эти вот обрезки мы в блендере должны будем измельчить мелкую крошку. Посмотрите, какая крошка у нас получилась. Для нашего торта понадобится приготовить шоколадную глазурь. Вы можете просто растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке. А можно приготовить шоколадную глазурь. Это очень простой и быстро запоминающийся рецепт. Нам понадобится 4 столовые ложки какао, 4 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки молока. Все это смешаем в нашем сотейнике. И 4 столовые ложки молока я уже отмерила. Работаем или деревянной ложкой, или делаем вот такие круговыми движениями. Перемешиваем все ингредиенты, доводим до первых пузырьков. После чего добавим небольшой кусочек сливочного масла. Ну вот, как только появляются первые пузырьки, мы добавляем небольшое количество масла, граммов 30. Все это перемешаем и наша глазурь готова. Ну а теперь выключаю газовую плиту. У нас коржи готовы, крем готов, глазурь уже остывает и мы начинаем собирать наш торт. И вот так на первый корм мы выкладываем крем. И равномерно размазываем по всей поверхности. Ну вот мы поместили уже последний корж и оставшийся кремом смазываем верх и бока нашего торта. Так мы закончили смазать кремом верх и бока нашего торта. А теперь этими крошками, которые мы приготовили из обрезков наших коржей, мы оформим наш торт. Закончили оформлять крошкой наш торт. И последнее, что нам осталось, это сверху оформить шоколадной глазурью. Ну вот такой красивый, большой и очень высокий, при этом супер вкусный торт у нас сегодня получился. Размером 20 на 30 сантиметров, высотой здесь больше, чем 10 сантиметров. Коржи получились высокие и вместе с кремом вот такой вот большой торт у нас получился. Я надеюсь, вам понравится наш сегодняшний рецепт. Вы будете готовить его вместе с нами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, звоните в колокольчик, делитесь в соцсетях. Всегда ваше, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!